Девушки отдыхают Немало подкупов. По данным МВД, чаще всего деньги предлагают за голоса в пользу Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Существует некий зашифрованный канал, который называется Tunnel IP SEC, который можно использовать для подмены цифр. А схема следующая. Данные загруженных комиссий отправляют в ЦИК. И вот пока они, что называется, летят, их подменяют. В итоге ЦИК получает цифры, которые выгодны Порошенко. Даже при всех подкупах избирателей, фальшивых бюллетенях, электронных подтасовках и усилиях СБУ, большинство на Украине все же не верят в то, что Порошенко победит. Наблюдателей из России киевские власти просто-напросто не пустили, как не дали возможность проголосовать миллионам украинцев, живущих в нашей стране. Юлия Тимошенко тем временем переживает за украинцев, которые живут за рубежом. Больше всего их в России миллионы. Но майданная власть лишила их возможности проголосовать. В последние дни все чаще сообщалось о готовящихся подтасовках и фальсификациях. Так, право голоса оказались лишены жителей Донбасса и миллионы украинцев, проживающих в России. Согласно опросам, уверенно лидирует Владимир Зеленский. А вот за второе место развернулась нешуточная борьба между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко и лидером оппозиционной платформы «За жизнь» Юрием Бойко. На первом месте, согласно экзит-полом, идет предсказуемый шоумен Владимир Зеленский. Около 27% голосов отдают за него. Далее в этом рейтинге действующий президент Украины Петр Порошенко от 16% до 17%, согласно экзит-полу. У лидера оппозиционной платформы «За жизнь» Юрия Бойко около 15%. Чтобы никакого Порошенко! Ну если Тимошенко, то не признает. Только один. Зеленский, молодой, честный, чистый, энергичный. Порошенко придется просто бежать из страны. Стандартное клише «выборы проходят в спокойной обстановке» на этот раз не подходит абсолютно. На улице городов власти вывели бронетехнику, на вокзалах и в аэропортах дежурит спецназ СБУ. В воздух подняты беспилотники. С каждым часом предвыборные страсти все жестче. Это лишь усиливает недоверие избирателей к предстоящему в воскресенье голосования. По данным соцопросов, 59% украинцев не верят, что выборы будут честными. Сейчас народ формулирует так, а что их ждет дальше? Третий Майдан, шестой президент или военный переворот? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова